Всем привет! Продолжаем знакомиться с интересными художниками, с их картинами. Сегодня я расскажу немного о Эттори Тито. Итальянский художник, известный своими картинами из жизни Венеции и его окрестностей. Образование получил в Академии изящных искусств в Венеции. С 1894 по 1927 год был профессором живописи. Преподавал в Академии. Я пользуюсь Википедией переводной. В 1915 году на Панамо-Тихоокеанской международной выставке Сан-Франциско был удостоен первого приза в номинации живопись. В 1926 был избран членом Королевской академии в Италии. Родился недалеко от Неаполя. 17 декабря 1859 года в семье Убальдо Тито, капитана торгового флота, и Луиджо Науэлло Тито. Его мать была родом из Венеции. Еще в младенчестве семья переехала в Венеции, где он и прожил оставшуюся часть своей жизни. Художественное обучение начал в раннем возрасте. Сначала у голландского художника Сесила Ван Ханена, а затем в Академии изящных искусств Венеции, куда поступил в возрасте 12 лет, прежде чем достиг установленного закона возраста для приема в Академию. В Академии учился в первую очередь под наставничеством Помпео Марина Малменти и окончил обучение в возрасте 17 лет. Первый крупный успех пришел к художнику в 1887 году, когда его картина «Пискер Векия» в Венеции произвела большое впечатление на гостей отеля и была впоследствии куплена галереей современного искусства. На платне был изображен старый рыбный рынок в районе Реаль. Работы Тита широко известны и популярны за пределами Италии. Его картины можно было увидеть на каждой венецианской биеннале с момента своего создания с 1895 до 1914 года и вновь в 1920 году, когда биеннале вознобновились после Первой мировой войны. Участие на выставках принесло художников большое количество различных наград. В то время как ранние работы художника были в основном посвящены описанию людей, быту и пейзажам Венеции, после 1900 года он все чаще обращался к мифологическим и символическим темам, вдохновленные венецианской живописью 18 века. Умер в возрасте 81 год. Его сын Луиджо Тита также был известным художником. Сын Луиджо Джузеппе стал скульптором. Многие картины Тита находятся в частных коллекциях. Ну вот все, что я нашел о итальянском художником, известном своим картинам из жизни Венеции и окрестностей Этори Тит. Все, всем пока, всем привет, до свидания.